Вы посмотрите, какой акушака! Ребятки, всем огромный привет! С вами Серега и это YouTube канал Ассистанс ТВ. В этом видео я вам дам 10 советов для рыбалки на окуня ранней весной. Эти советы подойдут, скорее всего, для начинающих рыболовов, потому что опытным рыболовам, я так думаю, советы не нужны. Итак, погнали! Наконец-то пришла уже весна и у нас есть с вами открытая вода. Лед, снег, открытая вода. Все равно, ребята, окунь в это время очень пассивный, хотя на улице становится довольно жарко иногда, даже 15-20 градусов на солнце. Рыбка начинает быть активной только когда прогревается вода. Первый вам совет. Когда вы ловите окуня, ловите его, ребята, возле берега. С самого начала весны окунь всегда возле берега. Не нужно стараться бросать куда-то дальше, потому что дальше бросать не всегда хорошо. Начинайте облавливать прибрежные зоны, бровки, так сказать, свалы, возле камышей небольшие проходы и тому прочее. Второй совет. Когда вы облавили ближние места, ближние бровки под камышами, то есть все порядка, там сказать, в дальности 15-10 метров, если нет никаких поклевок, то тогда уже переходите на дальние дистанции и делайте проводки джиговые веером. То есть раз проводка, потом два, три, четыре. То есть облавливайте всю ширину. Но я вам скажу из своего опыта. Если вы сделали правильной приманкой, правильно связанной, там 5 проводок в одном месте, у вас не было ни единого тычка, переходите, меняйте сразу место. Долго на нем не засиживайтесь. Еще один дельный совет. Ребята, делайте долгую паузу. Окунь не любит быстрых резких проводок, тем более, когда он пассивный, потому что все в воде замерло после зимы, зимы вообще замерло сейчас. Все только начинает просыпаться, и все жучки, червячки, рыбы, они очень вялые. Если вы будете делать резкие проводки, как я говорил ранее, он брать не будет. Нужно делать долгие паузы. Вы сделали проводку? Ждите. Я иногда жду до 5 секунд, иногда и больше. Было даже такое, что я сделал заброс, положил спиннинг, пришел через несколько минут, а у меня там сидит окушок. То есть на долгой паузе он берет приманку. Он сначала целится, смотрит на нее, а потом только атакует. Осенью и весной окунь более предпочитает пассивные приманки, не виброхвосты, не твистера. Именно пассивные какие-то раки, слаги, так сказать. И ребята обязательно темного цвета. На темной приманке в холодное время года окунь клюет намного лучше. О, есть. Перетянул. Неплохой окунь, Леха, слушай. Вообще окушаки хорошие. Почему так происходит? Во-первых, прозрачная вода. Если приманка будет очень яркая, окунь может подумать, что-то там такое плывет. Ему просто это может не понравиться. И во-вторых, он привык с каким-то темненьким. Темные червячки, темные жучки, мотыля, еще разные там такие. У нас нету в наших местах, в наших водоемах, где мы ловим окуня. Это не морская рыба, которая клюет там на все подряд разными цветами радужными. Нет. У нас все более, так сказать, просто, натурально и естественно. Цвета должны быть натуральными. Серый, зеленый цвет, коричневый какой-то. Ни в коем случае розовый, светло-красный цеплять не надо. Еще один совет. Друзья, не нужно пользоваться вертлюжками и застежками. Когда пассивный окунь, он видит все вот это, даже мелкое-мелкое, там какой-то мелкий вертлюжок, большая застежка. Если у вас есть такая возможность, сразу вяжите к чебурашке, вяжите сразу поводок. Не надо вязать вот этот лишний, короче, любая лишняя запчасть на вашей снасти. Это повод, чтобы окунь не клюнул. Будет лишнее дребезжание, он увидит, подплывет, ну, то есть будет что-то ненатуральное и поклевки будут, ну, намного меньше. Я сам раньше ловил вертлюг обязательно, большая застежка. Потом я использовал джиг-головку, потом 2-дюймовый, 3-дюймовый, какой-то твистер. Но со временем, ребята, я понял, что это все лишнее. Вот, честно вам говорю, лишнее. Намного больше поклевок, когда вы этим не пользуетесь. Напрямую вяжете и делаете снасть очень осторожной, очень аккуратной и более естественной. Мы все с вами знаем, что есть джиг-головка, есть чебурашка, так сказать. Друзья, эффективнее намного чебурашки. Во-первых, когда плывет приманка, чебурашка внизу, рыбка может ходить. Это очень хорошо, потому что это дополнительно, так сказать, естественное колебание. Вы делаете проводку, и на чебурашке у нас телепается, получается, приманка. На джиг-головке такого нет. Когда окунь, очень активно это лето, допустим, или сентябрь, вообще он дубасит там конкретно, конец мая, тогда я сам ловлю, честно вам скажу, джиг-головками. Цепляет джиг-головку, никаких там чебурашек, ничего не надо, просто забрасываешь, он разрывает наглухо. Но сейчас, когда вот этот, приходится каждого окушка делать борьбу за него. У меня одна проводка, если правильно, я делаю заброс, вы видели мои рыбалки, ну, больше минуты одна проводка. То есть, я делаю долгие паузы, и с каждой проводки, у меня, если я знаю, что там примерно стоит окунь, есть как минимум несколько тычков, а то и реализация. Очередной, ух-ух-ух, палка-ветка между вами, между ними, камышами, мы ведем окуня. Вот он, ребят, вот он этот окушок. Стайка, видно, там стоит, как я и сказал, и таких окушков можно там подтаскивать потихонечку. Также посоветую вам брать с собой как можно меньше вещей, потому что будете много ходить в поисках окуня. И не забывайте брать с собой какие-то аккуратные острые ножницы, плоскогубчики, в общем, инструмент. Но я вам посоветую иметь с собой в кармане в своем наборе рыболовного мультитул. Есть хороший мультитул от компании Гербер. В таком чехле идет. Вот так выглядит данный мультитул. Его можно взять с собой на рыбалку, положить в карман, и он всегда будет с вами. Гербер Страта. Вот так он называется, так он выглядит. Он раскладывается. Здесь есть сменные кусачки. Четенькие такие, ровненькие, плоскогубцы. Можно или чебурашку поджать, или вертлюжок, или что-то еще, ребята. В этом мультитуле очень много инструментов, друзья мои. Можно достать любой из них. Даже напильник вот сбоку есть. Видите? Очень много. Отвертка, крестообразная, прямая, ножик, открывашка. То есть, это идет такой мультифункциональный инструмент. И очень острые ножницы. Вот ножницы очень острые у этих мультитулов. Открываешь их, они вот так сделаны. Можно отрезать шнур без всяких проблем. Вы только взгляните, сколько здесь инструментов. Пила, открывашка, отвертка, напильник, еще там какой-то инструмент. Друзья, я даже не все их знаю. Микронож, открывашка, еще одна ножница. Все сделано качественно. Это, ребят, с фиксатором. Вот, нужно отжать фиксатор, и тогда наши ножнички сложатся. Данный мультитул действительно классная вещь. Если вам интересно, друзья, ссылка на него в описании. Занимает мало места, сделан из хорошей, качественной стали, и сделан довольно-таки неплохо. Можно его положить с собой в карман, в рюкзак, куда угодно, и будет всегда с вами. И водичку открыть, и консерву открыть. То есть, действительно, классная вещь. Еще один, ребят, отдельный совет. Меньше играйте при проводке. Вот, реально, меньше играйте. Используйте проводку тычковую, такую тынь-тынь, как я вам показывал вот в прошлых роликах. Потому что, окунь не любит активной игры, не щука, это хищник, который стоит, смотрит такой, потом бежит, бросается. Если, конечно, не жор, как я сказал летом. В холодное время года используйте меньше игры. Не поднимайте высоко приманку от дна, держите ее как можно ближе ко дну, даже не ближе, а полностью волочите по дну. Даже бывают такие случаи, когда необходимо не делать подмот катушкой, а просто удилищем подтягивать и слабину выматывать катушкой. Вот это будет идеально правильно. Наша приманка все время должна быть по дну. Нам не надо ни ступенька, ничего. Мы все время волочим по дну с долгими паузами. Меньше, короче, играйте, делайте долгие паузы и меньше всяких анимаций. Окунь этого не любит. Как я вам уже сказал ранее, ребята, ловите возле камышей, возле бровок на перепаде глубины, но от себя скажу, что окунь, ну вот весной окунь ловится, честно скажу, на глубине там до 4 метров. Если вы вот видите, допустим, до 4 метров глубина с каким-то нейронностями, окунь там будет по-любому. Еще одно, ребята, очень, ну, такое 100% место, где будет окунь. Если вы идете, допустим, смотрите где-то, вот есть такое место, где сибель прыгает. И на этой бровке пасется окунек, и когда я его тащу, сибель весь разбегается, ребята, прям, это надо видеть, сибель прям разлетается, видеть, что я тащу окуня. Атакует окунь. Это место называется котел, и в этом месте точно есть окуня, туда и бросаете. Не важно, какая там глубина, полметра, метр. Чаще всего это, конечно, на прибрежном небольшом свале возле нижней бровки. Там окунь, друзья, всегда будет. Там, где есть сибель, там есть окунь, потому что там есть кормовая база, там сибель обитает, и окуню надо чем-то питаться. Он питается этими рыбками, и все равно стаи окуней или одинарной особи выйдут туда питаться. Если вы хотите поймать крупного окуня, ловите его вечером. Вечером даже с самой глубины крупный окунь выходит ближе к берегу, как в этом ролике, где я его ловил поздно вечером. И возле берега можно поймать довольно крупного окуня. Если же хотите оно крупных окуней ловить, то, конечно, они стоят больше на глубине. Но, опять-таки, не всегда. Здесь как повезет. Смотря какая стая, какой водоем и где вы ловите. Давай-давай-давай, тяни его аккуратно. Да не поднимай, не поднимай. Смотри, как загибает. О, оба. Пакеш. О, хороший. Нормальный окунишка. Возьми его по красоте так. Как положено. О, постатыриваемся. Ничего такой. Если у вас есть возможность использовать вольфрамовые чебурашки, используйте их. Если нет возможности, то используйте свинцовые, потому что вольфрамовые дороже. Вольфрам плотнее металл, и при том же весе размер чебурашки будет намного меньше. Допустим, 1 грамм, 0,7 грамма, и вольфрамовая чебурашка сделана очень осторожно. Если 2 грамма чебурашка, ну, практически, можно сказать, в полтора раза больше от вольфрамовой 2-граммовая чебурашка при том же весе. И вольфрамовая очень гладкая, сделана аккуратно, меньше зацепов есть. По илу очень хорошо. Если дно не песчаное, то ил какая-то травка. Вольфрамовая чебурашка пробирается просто здорово также обязательно используйте флюрокарбоновые поводки если у вас нет флюрокарбона напрямую к шнуру ни в коем случае не вяжите летом все равно я сам пробовал летом может дубасить окунь просто привязали даже к шнуру обычной к плетенке и ловите если у вас нет флюрокарбона допустим нету не купили не знаю используйте обычную монолеску это будет намного лучше чем просто шнур сразу же привязать к нашей приманки но я не знаю диаметр должен быть монолески 0 12 0 14 если флюрокарбон я использую 0 14 0 16 флюрик для ловли окуня ребят если вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал а я в дальнейшем обязательно сделаю серии роликов который будет начинаться на слово как как ловить на ультралайт как ловить на отводной как ловить рыбу как ловить себе как ловить еще чего-то ребята пишите в комментариях мне сейчас пожалуйста что вы хотите чтобы я в первую очередь рассказал как ловить на ультралайт или короче любое свое предложение как ловить рыбу как искать рыбу как что-то делать в общем жду ваших комментариев по этому поводу вам желаю всем удачи ни хвоста ни чешуи чтобы вы всегда были с рыбой и главное помните не имеет значение которое количество рыбы вы поймаете какой вес какой объем главное хорошо оттянуться на природе что и надо делать а не сидеть дома задротить за компьютером